всех приветствую решила прокатиться по старым рабочим местам первая крепость была где-то я там работал лет так 18 назад в общем там все ужасно переделали внутрь вообще практически никуда нельзя зайти а куда можно зайти там все уже в современном виде поэтому немножко как бы не очень интересно попробую конечно во второй замок еще раз ездить там вроде насколько я понимаю хозяин остался старый и возможно если он меня вспомнит меня пустит внутрь и попробую там внутри поснимать может что-нибудь интересненькое найдут всем приятного просмотра пока стены просто жесть толщины и какие так это вид с одной стороны посмотрим что тут но вот это как раз нормально все по официальной истории как бы вписывается о как башня заросла зеленью красиво так сейчас у меня попробуем приблизить не туда поехал сейчас обойдем по кругу посмотрим с других сторон очень интересненькое найдем вот немножко со стороны со стороны парка так скажем что мы тут видим интересного тут ничего интересного камень с кирпичом перемешку камень с кирпичом ну ладно пойдем дальше вся в водяной ров зарос просто наглухо так сколько 18 лет назад да по моему я тут работал тут мы карасиков ловили вообще-то тут такие огромные карпы плавали все заросло ладно мы сейчас дальше пойдем может там не заросло еще посмотрим посмотрим дальше так сейчас сниму парк покажу ребятам кто со мной работал как он тут зарос мы его таким чистым сделали и тут опять джунгли наступили никто за ним не ухаживает все заросло наглухо те же самые джунгли как мы сюда пассивно чуть-чуть меньше это мы корчевали с корнями поэтому так сильно не заросло ладно пошли дальше сейчас пишет в том году засуха в этом году тоже почти засуха озеро совсем пересохло тут такие карпы огромные были я их помню булочками кормил пытался поймать вообще пересохло наглухо просто наглухо ужас ужас она пошли дальше ты можешь с другой стороны обошли одну сторону здесь мы тоже в шахматы играли чуть-чуть так скажем на паузах вот с другой стороны вход сейчас мы тут пройдемся еще с этой стороны кафешка ну чё тут опять все в перемешку вот эти вот деревянно балочные кирпичные нормальные стены есть как должны быть вроде такие вот по моему они должны быть в крепостях мощные очень толстые каменные и дальше тут опять пошло такое снизу каменная сверху скорее всего позже налеплено было и башня непонятная если она наблюдательная то как-то верх у нее какой-то странный надо подальше отойти посмотреть еще раз это маленький вход непонятно или окно думаешь что это было окно или вход но там конечно поинтересней какие-то прибамбахи лежат стены там дверь там какие-то веревки висят вот туда зайти поснимать сейчас поспрашиваем можно чего-нибудь тут вообще снять изнутри нет да неудача в общем спросила тут я вижу все новое уже под новое сделано тут он даже фитнес такой есть в общем посмотреть здесь ничего интересного уже представляется возможным к сожалению в эту башню входа нету я спросил кстати башня вроде как наблюдательная должна быть но что-то она совершенно не похожа на наблюдательная посмотрите сами если наблюдательная то должно быть их вот таких окон очень много быть а и здесь что-то вот с одной раз получается что 45 от силы не больше наблюдательную она как-то не тянет ну ладно пройдусь еще с другой стороны в общем к сожалению внутри мы ничего интересного не можем увидеть сейчас поеду в другую старую крепость там я тоже работал немножко может быть там что-то дадут поснимать здесь наверное только навесы сохранились оригинальные может быть то неизвестно насколько они старые но стены конечно очень толстые метра нет совой ну толстые так в общем то видите с расширением вовнутрь окно ладно ну вот тут что-то заложено в общем как везде все переделано здесь по моему с оригинала очень мало что осталось совсем наверно стены это много переделана пойду на другую сторону пройдусь и здесь ров но вот с другой стороны муров воды с водой во-первых он как-то далековато во первых вот эти укрепления стены не болен помощь только захватчиком две бойницы сохранились вроде как бы сейчас пойду вон туда дальше если ров с водой для защиты то нафига вот здесь такая площадь несколько метров ладно пойдем дальше посмотрим ну вот еще чуть-чуть обошел в общем раз два три окна вижу вот здесь не сделали такие ступеньки чтоб я быстрее заскакал туда 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 и почти наверху ладно еще одно окно тут вроде как стена была когда-то ниже черепица чуть-чуть торчит и дальше ни окон ни двери ничего вроде нету не знаю конечно тут может не крыша была и ничего не другое было непонятно она пошел дальше посмотрим в общем я хожу прям под стеной тут специально для меня вроде оставили чтоб я здесь ходил ров как бы сколько тут метров пять наверно ну вот практически я круг дал тут лежанки стоят для отдыхающих и там дальше пойти как раз ворота с обратной стороны где мы зашли второй раз чуть уток на новые видно новодельные совершенно вот этот ров которую вот совсем высох с этой стороны рыбы практически не было с другой с южной стороны было очень много рыбы и наверное она вся погибла скорее всего в общем пожалуй здесь все что можно было снять ничего интересного не снял кроме стен вот единственное место это вход где осталось чуть-чуть воды остальное все пересохла самую малость может быть здесь еще даже чуть-чуть рыба выжила не знаю она поехала дальше вот приехала в следующую деревню адерштетт здесь я тоже когда-то работал причем эта деревня и вот здесь такие здания тоже есть очень довольно интересные как бы кирпич кстати я уже такое встречал он не желтый и не красный не знаю даже с чего он сделаны причем вот эти подвальные стены вот типа античный камень чем он даже который глубоко он обработанный меня вот все время возмущает что подвалы из кирпича и даже когда из камня то камень тоже очень тщательно и хорошо обработанный ну вот такой небольшой домик довольно неплохой и вот тут мы лепили пародию с каменщиком сейчас покажу вот эту стену мы под старину делали я конечно думал что они здесь делают хотя бы что-то похожее на окна на ворота но они просто заштукатурили конечно не очень красиво стена то получилось принципе довольно нормально вот эти камушки я как дятел сидел долбил специальным зубилом конечно там сверху по моему я ее не достраивал до конца и отсюда ушел там вот даже ленились не долбили вижу гладкие а вот на на арке использовали старые камни и вот тут не все какие-то вырезал я помню вот на эту арку что-то мы пытались подбирать по моему старые камни какие-то да вот они и есть у них у них странная обработка они не похожи как будто их что долбили вот как я делал это сейчас я приближу вот непонятная вообще обработочка такая интересная и все в городе я тоже находил нечто интересное она поэтому дальше посмотрю что тут еще интересного было ну вот здесь как бы снизу я вижу камни торчат здесь мне понятно здесь нормальный не обработанный камень такая что-то типа часовенки вот эту всю булыжную здесь при мне выкладывали камнем и причем при мне 18 лет назад вот то здание начали реставрировать вот это вот и я смотрю она до сих пор таком же почти состоянии осталось чуть-чуть его доделали немножко крышу сделали крышу при мне как раз начинали делать 18 лет назад обалдеть так и стоит все не закончено наверное деньги кончились ладно пойду сейчас обойду где мы камни ковыряли там очень много интересных камней было сейчас посмотрим что там можете увидим ну вот с другой стороны тоже так реставрировали реставрировали бросили вот здесь вот была целая гора камней вот этих которые мы брали как их по-русски известняк по-моему называют в общем гипс вот остались всего два камня что я нашел здесь целая гора была их там выбирал вот два камня неизвестны конечно когда они обработаны были но явно довольно старенькие какой-то круг вырезанный такой конечно когда была гора камней здесь здесь были очень интересной формы камня к сожалению ничего уже нету все растащили мы здесь тоже как-то кругло выпилена ну ладно поехал следующую крепость сейчас по дороге может еще каких-нибудь пару домиков вот еще парочку по дороге нашел не знаю какое они какого возраста ну так скажем не так чтобы очень интересно но все же некоторые грани интересно обработаны и вот те вот основном закругление интересно явно камни древние вот похожие тут такой кружочек как вырезанный полукруг здесь конечно по-другому немножко причем с него арматуры торчат чё туда приклеивали или чё или как вообще-то гипс или как его там известняк она пошел дальше ну в общем-то здание античная шикарная довольно большое не знаю почему его бросили не дореставрировали скорее всего мысль одна через год после того как я здесь работал возможно не как раз годик поработали и перешла европа на евро вот это наверное все заморозилась с тех пор пошел дальше ладно вот доехала на следующую работу здесь я тоже когда-то работал здесь небольшая такая и по крепость сейчас я ее обойду но похоже я туда не попаду сегодня воскресенье что-то там смотрю прикрыта посмотрим вот здесь вот вход я вижу сетка так как и 10 лет назад решили сетку и сейчас также вешают сетку значит скорее всего сегодня они не 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 работает здесь какое-то окно заложено я я уже точно говорят честно говоря не помню что тут было толком и тут помещения были подвальные точно что-то было но я уже плохо помню я уже плохо помню там конечно еще башни здесь уже вот что-то немножко подреставрировали видать денег мало ему дают на реставрацию там есть башня отсюда видно нет туда я залезал в ту башню а где начитаю отсюда даже не видать агона ну вот она похоже как бы на крепостную действительно предыдущая башня была и это башня совершенно разные тут балкончик явно был возможно пусть же приделаны башню что-то замуливали все чем-то жаль конечно облом я думал сейчас все там внутри схожу поснимая но чувствую не знаю даже узнают они меня или нет сейчас посмотрим но подозреваю все таки что хозяин тот же самый но я не могу сюда ломиться вот сеткой закрыта такие дверцы вот немножко переделаны видно арку старая придется мне все таки сюда еще раз приехать и остается надежда что хозяин меня не забыл его там вот справа дверь там было как бы вниз его там слева мы видим дверь там кафе она тоже вниз уходит ну ладно приеду еще разок на этом пожалуй на сегодня не знаю сейчас по дороге может чем попадется интересненькое посмотрим вот на фотографии она еще не заштукатуренная зачем-то ее замазали там видно кирпич проглядывается дать кирпича толкали сюда немало она вернемся еще сюда а